Ну я тебя поздравляю. Спасибо. Ну ладно, надо сюда уместиться втроем. Путь. Поехали. 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 Ну давай с той стороны поддернем. Поехали. Хариус на реке меня прокатил. В итоге сегодня бродим по озеру и опять-таки пытаемся найти форель. Две поклевки было, но такая рыба здесь ходит. Тут такие форелины по три килограмма, а может и больше. Потому что крючки, мощные крючки разогнули. У Андрюха леску порвал, у меня крючок разогнуло. Леска прочная, а крючки не очень оказались. Я думал там килограмм десять на этот крючок может повиснуть. Ну вот, а так красиво, солнце, замечательно, прекрасно. Вот такие вот виды. Сплошь. Вот как-то, как-то так. Ищем, бегаем. Вот смотри, ты каждый день почти ловишь рыбу. Ты этим живешь. Возишь рыбаков, сам ловишь рыбу, когда никто не приезжает. Вот в чем у тебя смысл рыбалки? Не рыбалки вообще, а жизни мне интересно. Цели своей добиваться. Какой цели? Задуманной, какая поставлена. Идти к ней, это все. Она может быть разная. Поехал на рыбалку, значит найти рыбу, понимаешь? Ты все делаешь, делаешь. Если ты делаешь, то ты все равно всегда придешь к ней. А если цель поставлена, ну... Если ты до нее не добился, значит сделал неправильно. Вот все. У тебя цель рыбу поймать? Если я ее на рыбалку, да. Много? Нет, почему? Ну вот интересно просто, что рыбалка? Смотри, видишь? Я так скажу, что... Ну вот, думаю, что у всех по-разному. Вот... Если ты приехал и сразу попал на рыбу, да? Наверное, у многих так. Ну, 20 минут, клево. Тебе уже не интересно. Ты уже то, что захотел, ты получил. И дальше-то что? Ну вот дальше ты интересен тому, кто хочет в мешок поймать. Мне не интересно. Больше кайфа и получает того, когда вот долгий-долгий поиск. Когда ты идешь, идешь, и уже... Ну все, без надега ты понимаешь, что все, что-то сделаем и так, и потом все-таки добиваешься своего. Вот в этом кайфе. В этом прям прям прям... Вообще... Так, первый хариус, конечно, у Лени. Ты пришел, ты сделал. Карелия, достаточно глухое место. Мы с тобой говорили об этом. Вот ты не ловишь сетями. А все ловят. А почему не ловишь? Ну, когда-то я ловил сетями. Когда-то ловил много и умею все это делать. Не знаю, я... Эй... Ну... Приходишь к этому, я не знаю, как это... То есть, я понимаю, что вот, знаешь, мне кажется, сетями... Проблема сетей... Того, что люди все равно живут... Ну, они зарабатывают так. Вот поэтому... Если это будет рыбалка, а не зарабатывание денег... Ну, все отойдут от сетей. Ну, жить-то иначе как-то надо. Вот не получается, наверное, уместно жить без сетей? Ну, да. Ну, это все от человека зависит. У некоторых получается, у некоторых нет. У некоторых получается и то, и то, и все время мало. Хочется всегда больше. Тоже и всякие люди есть. Ну, небольшая, но красивая. Конечно, приехали за другой. Радужная форель. Та форель, которую вы привыкли видеть в магазинах. Здесь большое форелевое хозяйство. Время от времени садки рвутся. И форель уходит в огромнейшее озеро. Найти ее тяжело. Ну, вот полдня Харио заполовили уже. Ну, теперь первая форелька. Хотя была поклевка у меня, разогнуло крючок. Явно, что это было очень-очень большое. Ну, ловим дальше. Смотрим. Слушай, а вот садки форелевые, которые здесь встали. Вот ты говорил, что как-то ты видишь изменения. Что вообще происходит? Ну, опять же, я не специалист. Я могу только предполагать. Но мне кажется, что они приносят вред. Ну, вред какой. То есть, ну, вот, допустим, с научной даже точки зрения. Если раньше запускали судака, это точно. И чтобы перед тем, как запустить судака, увеличивали кормовую базу. Сюда запустили корюшку. Потому что, ну, люди изучали это все и понимали, что если запустить просто судака... У меня есть такой водоем, я знаю, что раньше было много щуки, запустили судака, щука пропала. Потому что, ну, нехватка кормовой базы, она ушла и все. Выловили судака, появилась опять щука. Все взаимосвязано. Здесь же вот этот выпуск форели на кормовую базу-то не увеличили. И, то есть, выедая все это, и тем более эта рыба, чтобы она хотя бы размножалась, давала приплод. То есть, свой малек. Какая-то бы рыба ела его, малька, правильно? Ну да. А так она выпавшая из цепочки, да, практически? Да, да. Убивает все, что может быть. Да, есть она ест, и ест она много. А водоросли, ты говорил, стало много на реке? Нет, ну это тоже мне просто сказали, что это нет, это от корма. Она же много не доедает, потом она... Ну азота много стало. Азота, да. Как говорил человек, который понимает в этом, что, ну, если будет перенасыщение, это вообще вредно даже для человека. Ну, какая-то норма существует. Ну, конечно. Конечно. То есть, просто на прежний объем озера появилось невероятное количество рыбы в садках. Ну, я думаю, да. Ну, какой-то, конечно, это может не так заметно, не так ничего, но... Не так сразу, да. Да, не так сразу. Ну, по каким... Опять же я скажу, что другой раз, вот если есть уход, да, она сбежала она, ну, резко, сразу заметно, хариуса нет. Ну, как? Уход это для такого озера незначительный, что-то вылавливается, что-то там еще как-то. Этот потом приходит, не становится форели, приходит хариус. Он все равно ездит. Он, по-моему, его не становится меньше, он просто смещается. Там, где есть корм. Люди к тебе приезжают. Твоя задача какая? Вот расскажи. Рыболовы приезжают. Мы же не понимаем, что здесь за специфика, мы не понимаем озеро, мы не понимаем снастей. Вот, а ты везешь на рыбалку. Я сам много чего не понимаю. Все по твоей схеме. Даже будет. Наверное. Ну, было бы просто, если бы мы приехали, сразу бы наловили, да? Надо же нас помучать как следует, да? О, ничего. Это не я вас мучаю, это рыба вас мучает. Ну, это, ну, можно и к ней так обратиться. Я сам ничего не понимаю, я так же учусь, как все остальные. Просто я всегда, знаешь, вот иду к тому, что, как тебе правильно сказать-то, нельзя верить. Вот, так, если ты не понимаешь суть, вот, если ты не хочешь вникать в саму суть рыбалки, да, то дай ты хоть человеку хоть золотую удочку, хоть золотую приманку, понимаешь, ничего не даст. Совершенно ничего не даст. Ну, ты 30 лет ничего не понимаешь, ты ловишь рыбу здесь. Я все время учусь. Ты все время идешь к чему-то. Потому что я и говорю, что нельзя, если ты... Вот я многим говорю, вот у меня зять есть. Вот я ему все время говорю, если ты просто бездумно ходишь по лункам, да, и пихаешь там куда, то, ну, и результат-то будет такой. Ну, попал, попал, не попал. А если ты это делаешь осмысленно, то есть глубина такая, тут свал больше, тут запланированы какие-то лунки, ты идешь не просто так, а у тебя система какая-то. И когда ты ловишь, и ты понимаешь, о, сработала моя система, опять же кайф. Ты опять получаешь удовольствие, значит, это сделал ты. Это не просто рыбу попал и клюнуло, понимаешь? Ну, собственно... Вот я так к этой рыбалке отношусь. Ты это применяешь и к своим гостям, которые... Ну, я хочу донести, чтобы они поняли суть вот это. Ну, рыбу-то они тоже ловят. Конечно ловят, так и все ловят, понимаешь, все ловят. Но только ты удовольствия получаешь больше, когда ты это осознанно делаешь. А не то, что тебя пихнули, поставили, и ты раз, и вытащил. Ну, нет разницы, какая мормышка. И не то, что я тебе делаю, потому что крючок тот не держит. Я ищу крючки. Да. Чтобы было и харю слишком ловить, я ловлю. Я стремлюсь к тому, чтобы снасть ловила всю рыбу. Потому что ты же не будешь вот как вы бегаете. То с креветкой, то с этой. Понимаешь? Ну, я не знаю, как это объяснить. Короче, ты еще и рыболов-философ. Да не философ, она так и есть. Но возьми любую специальность. Любую. Любую. Конечно. Есть человек, который просто копает, да? А есть человек, который копает правильно. Он добивается своей цели. Понимаешь? Ну, это в любом. Нет. Специалист. Есть мастер, да. Много музыкантов есть, да? Кто-то играет хорошо на скрипке. А кто-то, да, ему строгевари. Он что, лучше будет играть, что ли? Согласен. Он не будет играть лучше, пока он не научится, пока он не поймет, пока он не услышит. Ну, так же вот в рыбалке. Смотрите, вот на самом деле часто, когда спрашиваешь о чем-то профи, они как раз не могут сказать. Неучи. Часто говорят, я знаю все, я все умею, вот смотри, как надо. Почему-то нас постоянно учат неучи. Покажи. Форель, что ли? Да. Отлично. Ну, я тебя поздравляю. Спасибо. А что ты ее отжимаешь прямо? Да я ее держу. Красивая рыба, да, шикарная. Как я еще отношусь к рыбалке? Опять же, это мое мнение, моя философия. То есть, есть люди, которым дано талант в рыбалке, талант музыки, талант еще. А есть категория людей, как бы на три категории делится. Есть категория людей, которые идут к этому. Они тоже могут стать очень хорошими профессионалами. То есть, кому-то это дается легко, кому-то кто-то учится. А кто-то просто и не хочет учиться. Ну, как бы вот, есть третья категория, которая, ну, что-то получилось, он думает, все, вот, вот, я мастер и я могу. А на самом деле-то, ну, толку-то нет никакого. То есть, в любой, я считаю, что любой специальности, не говоря уже о рыбалке, можно научиться. Только желание должно быть. Почему вот многие, я когда что-то говорю, и многие люди очень внимательно слушают и что-то вникают. А есть люди говорят, ну, началось диалоги о рыбалке. То есть, вот, спроси у любого рыбака, кто смотрит эти передачи. Очень малое количество, потому что, ну, и всем подавай вот уваживание тропеи, всем подавай там это. А философия, когда человек объясняет, когда вот эти тонкости, ну, никто же не слушает. Никому это не интересно. Ну, многим, во всяком случае, не интересно. Вчера, вчера наткнулись на банки на льду, ты взял их и забрал. Тоже философия? Конечно, философия. И вот у меня, ну, ладно, ну, есть у меня там канал, там, да, и есть видео, где мы убираем всей семьей, и дочь, и внучка, и жена. Вот территорию. Я знаешь, к чему пришел? Я раньше тоже ходил и на всех ругался. Все время кричал, что вот вы там засранцы, вот вы. И в то же время ничего для этого не делал. Вот просто ходил и вот кричал, что все плохие. А там я в какой-то момент понял, что убирая, убирая, человек приезжая, если чисто, он туда не кинет. Если он приедет и увидит какую-то помойку, то через два-три дня там будет гора. То есть, никому не трудно же, ты увидел мусор, убери, потому что через три-четыре дня там будет больше. Ну, у меня такая философия. Чисто там, где не сарят? Конечно. Да и там, где убирают, ведь не тяжело. То есть, донести людям, чтобы не гадили, это очень сложно. Ну, то есть, ну, этого много. Вот ты послушай, в интернете все, ну, все же говорят, что вот-вот там засранцы, вот это-это. И в то же время мы ничего для этого не делаем, чтобы стало чище. Поговорили и забыли. А просто зачем говорить-то? Ну, увидел мусор, есть у тебя возможность. То есть, я не говорю, что прям все специально. Есть возможность, забери. Уже будет чище, так ведь? Я думаю. Так. Лебеди, говоришь, прилетели? Ну, да, на речке кричат уже. Я их еще видел неделю назад, как они летели даже. Слышь, курлыкают. Весна. Красота. Вообще красота. Надо, я и односко, надо любить природу. Надо жить и... То есть, не быть хозяином. И как господин, то ты думаешь, что ты... Нет. Нужно жить рядом с ней и прислушиваться к ней. И тогда все будет получаться. Ну что, радость? Да, ты ведь какой-то сезучий. Ух ты. Не удержать прям. Не удержать. А плавничок покажи. Ты не могу, не удержать. Не можешь. Ага. О, картошка. Вот и распарился. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok